Здравствуйте, дорогие друзья! Тема вареников актуальная. Потому что, когда сидишь дома, почему бы себя не занять мелкокропотливо работой? Да, почему я русскими вареники называю? Значит, есть две на то причины. А вы, как всегда, мочите меня в комментариях, я прям знаю и уже даже предвижу о том, что сейчас начнется такая резня такая. Да какие вареники русские! Значит, вот смотрите, первая причина, по которой ролик назван «Русские вареники». Украина, как суверенная страна, была признана в 1918 году, на следующий год после революции. Значит, чуть ранее украинские, так сказать, наши братья, любимые люди, которые живут и едят очень похожую на нашу кухню, были присоединены к нам в середине 18 века, если мне не изменяет память. Если изменяет, значит, точно напишите там или начало 18 века, или, значит, конец 18 века. Еще один момент. Книга, которую я считаю самой, что ни на есть русско-русского русско-русской, называется «Домострой». Написана она была в 16 веке, почти за 100 лет до присоединения Украины к России. Так вот, там упоминается вареники с говядиной. Вы можете сами залезть, найти цифровую копию и посмотреть вареники с говядиной. Партнер сегодняшнего ролика – регулакс пикосульфат, капли для приема внутрь. Нам не всегда об этом удобно говорить, а что сделаешь, ситуации бывают разные. Это мягкое слабительное средство. Эффект достигается через 10-12 часов, без всякого дискомфорта в кишечнике. Применяют его не только при запоре, как при заболевании, также при малоподвижном образе жизни или, например, при переедании твердой пищи. Ну или когда вы слишком увлеклись диетой. Подходит средство для детей с 4 лет. Ну знаете, когда дети привыкают к садику, к школе, стесняются ходить в туалет, возникают запоры и какие-то последующие нарушения, не дай бог. Вот от этого от всего регулакс пикосульфат. Знаете, когда сидишь дома, ничего не делаешь, а уже месяца полтора назад купил очень много продуктов, то часть продуктов начинает, ну как бы помирать такие, старенькие становятся, капусточка подвяла, там еще что-нибудь. Поэтому я сегодня сделаю три начинки и расскажу, как можно обработать продукты, которые жалко выкидывать, которые ни в коем случае нельзя выкидывать. Ну и, соответственно, как из них можно сделать начинки. Значит, для теста я можно руками не буду месить, а? Вот у кого нет вот такой хренюшки, значит, тем придется руками, как и всем обычным нормальным русским людям, месить тесто руками. Я поставлю, само замешается. Вот, кстати, если кто не в курсе, крюк – это такая вот хрень для того, чтобы замешивать тесто для пельменей и вареников, например. Значит, рецептуру точную я даю и внизу под этим роликом, потому что тесто требует точности. И, конечно же, большинство рецептур, которые мы не пишем под своим роликом, они есть на моей страничке в Яндекс.Дзен, вместе с технологией, в которой описывается, как готовить, да? Ну вот, кто-то захотел пойти туда, цифрануть и так далее. Значит, 230 граммов муки. Почему такая цифра? Потому что я к жидким величинам ее приравнял, для того, чтобы было не очень много теста. Если у вас огромная семья, сделайте в два раза более. 100 миллилитров кефира. Мне для вареников и для сладких, и для несладких нравится, что кефир дает определенный вкус муке. Можно сделать и на молоке. Но там нужно по весу немножко будет попробовать, потому что молоко более жидкое, и, скорее всего, в объеме там может быть разница на вес и так далее. 15 граммов сливочного масла. Кто знает и пробовал мои пельмени, те знают, что в тесте обязательно должно быть сливочное масло, потому что с ним гораздо вкуснее. Яйцо 1 штука. Куриное сырое. Я специально сделал пометочку. Значит, яйцо, вес самого яйца без скорлупы где-то 50 граммов. Ориентируйтесь на это, потому что яйца бывают разные. Если вдруг у вас яйца разные, значит, ой, в смысле не у вас, у мужа, в смысле не у мужа, у курицы, я хотел сказать, да. Если яйца разные, значит, ну, например, там у вас, раз вы смотрите, открываете одно яйцо большое, вот вы его тогда взбейте и на весах отмерьте, и добавляйте сюда 50 миллилитров, значит, вот этого. Потом, черное и белое. Это у нас сахар и соль. В равной пропорции 4 грамма сахара, 4 соли. Знаете, как тесто всегда у всех вызывает, как бы это правильно сказать-то, пресные чувства такие. Тесто ешь пресное, невкусное, понимаете. Приходится начинку тянуть, добавлять там всякие разные вкусовые улучшители. Сюда чуть-чуть соль и сахара, тесто будет 2. Все, теперь... Так, все добавил? Вроде все добавил. Да, все, все. Ну и все, крючочком минут 10, пусть она хорошенько вымесится. Но вы сами поймете, когда увидите, что у вас образовался один комок, и уже оно такое, один комок, короче, гоняет. Вот так примерно выглядит все тесто собралось на крючке. Вы поймали тесто на крючок, понимаете. Когда вы это сделали, тогда у вас тесто готово к тому, чтобы отправиться отдыхать. Значит, это у нас отправляется отдыхать в раковину. Что важно, на что обращать внимание, когда вы делаете тесто? Оно немножко-немножко, знаете, такое как бы мягкое, нежное, чуть-чуть липковатое, но как только вы начинаете с ним активнее работать, сразу все с рук собирается, ничего не остается. В зависимости от того, какую муку вы используете, какой кефир вы используете, там, перевес, недовес, чуть-чуть, знаете, как бывает, да что там 3 грамма там, ну ладно, там кефира будет не 100, там, а 103 и так далее. Вы можете чуть-чуть, щепотку, две добавить, но будьте внимательны. Значит, я пропагандирую, что тесто должно быть очень-очень нежным и мягким. То есть, вот у итальянцев оно такое жесткое, что ты его раскатываешь, оно обратно собирается. Ну что это такое? Вы уже пробовали пельмени, вы знаете, что тесто должно быть нежным. Оно сейчас должно полежать. Клейковина там, соответственно, глютеновое окно, о, там, кто, умников, ой, понаписали в этих, в куличах. Ой, так вы же даже до глютенового окна там не... Ребзя, какое глютеновое окно, вы чё? Поумничать решили? Вот, идите в профессорскую клинику и там с Иисусом Хмористом общайтесь. Ну, чё за те самые? Люди дома делают не до глютенового окна, а нормальным русским языком. Тесто должно быть очень нежное. Знаете, прикасайтесь, как попка-персик. Попка-персик. Вот, так, раз-раз его. Потому что потом вы будете муку на подпыл, да, сыпать, и тесто раскатывать, и сверху посыпать. У вас тесто ещё возьмёт муку. А вот если вы сделаете его жёстким, жидкость она уже не возьмёт. Лепить тяжело. Потом варите, оно жестковато на зубах, приходится чуть дольше варить и так далее. Сделайте мягкое тесто, и с ним будет легче работать в дальнейшем. Говорит мне, служить буду тебе, говорит господин. Значит, всё. Отправляем куда-нибудь его. Можно в холодильник, можно не в холодильник. Я, например, в холодильник не очень люблю. В холодильнике все процессы приостанавливаются. Я его обычно бросаю на стол, и всё, и хранится оно здесь. Вернее, лежит, отдыхает. Но часик точно надо. Так, это всё убираем и переходим к начинкам. Как начинки, так сразу пуговка пришла, а? Пуга. Ты что, начинки пришла мне помогать делать, да? Начинки мы все любим. Значит, итак, три начинки. Самые русские, потому что делаем из того, что оказалось под рукой. Но с определённым смыслом, безусловно. Итак, значит, сковородка. Часть я уже там отварил, подварил, там почистил. Ну, вы понимаете, очень простые начинки. И так будет ясно. Значит, кусочек сала. У нас около дома есть мясной магазин, в котором продавщицей работает девушка, я не знаю, её национальность, ну, типа там, может быть, узбечка или кыргызка, ну, из Средней Азии. И, значит, хозяева, скорее всего, тоже. И мясник, который там всё это на прилавок обрезает, подрезает, формует и котлетки делает, тоже из этих краёв. А сало они продают, и у них на ценнике написано «Украинское сало». Я говорю, а почему украинское сало? То есть вы что, искренне думаете, что в России никто не умеет сало нормально делать? Вы, не знаю, к моему брату, он к Андрею поезжайте в Омск. Я вкуснее сало, чем у него, вообще не ел. Ну, вот, знаете, вот этот стереотип, типа украинцы, вареники и сало. Ничего подобного. В Сибири вообще огромное количество всего очень вкусного. Я имею в виду из свиньи и из теста. Значит, в итоге я вот это вот сало, купил кусочек небольшой. Меленько-меленько, меленько-меленько его нарезаю. И вот сюда, в сковородочку. Солёное сало. Там с какими-то травками, муравками, приправками. Предвижу комментарий. Мол, типа, настоящее украинское сало без всяких травок-муравок делается. Без всяких травок-муравок, и без всего, и без чеснока, и без этого, и без всего солится не только на Украине, но и везде в России. Раньше так делали. Сейчас полным-полно различных продуктов, которые от чего бы не положить-то в сало. Вкуснее же будет. Семя укропа, например. Или, например, чеснок. Или, например, кто-то добавляет кориандр зачем-то. Не знаю. Кто-то добавляет туда сухие травы. Укроп, петрушка, то, что осталось с огорода. Масса вариантов. Я всегда говорю, это так же, как грузины говорят. Хинкали, в которых нету там никаких специй, кроме черного перца и соли, это хинкали горные. Ну, типа, горные, там всё вкусно, вот так аутентично, по-настоящему, вот так раньше готовили. Да, у нас много что раньше готовили иначе, нежели сейчас. Это происходит потому, что раньше ничего не было. В советские времена вообще жесть была. И поэтому для многих есть стереотип. Мол, вот в моём детстве вот было такое мороженое, вот такое я его ел, вот так вот, ой, оно такое было вкусное. Вот я до сих пор всю жизнь не встречал ничего вкуснее. Нет, друзья, это просто якорь, который мы когда живём. Значит, я в деревне так же жил, у нас не было ничего. Ты когда ешь два вида хлеба, там всё детство, да, каждый день два вида хлеба. Серый и белый, серый и белый, серый и белый. Потом сдобную булку тебе дают, как попало на коленки приготовленное с маргарином и со всякой ерундой. И ты ешь её такой, типа, вау, вот это круто. Сейчас в сто тысяч раз вкуснее мороженое. Кто-то говорит, мол, там, ой, да нет, сейчас делают, как попало. Не соглашусь. Если мы вспоминаем, например, моих родственников, которые когда-либо, ещё в советские времена, работали на колбасном заводе, они до сих пор говорят, чувак, тогда вообще ничего не было, сейчас-то хоть нитритная соль, тогда селитру фигачили. Брат, я колбасу не ем с тех пор, как поработал на заводе. Я всё никак не могу доехать там на один дружественный мне крупный-крупный завод. Всё, хочу попасть, поснимать, если дадут. Потому что я с руководством знаком этого завода. Так они говорят, ты что, сейчас такие наказания, такое всё, у нас там стерильная чистота, красота и всё на свете. Мы там, не дай бог, там что-нибудь не туда баишь. Какие крысы бегают, какие крысы, вы чё, блин, бабушки и дедушки. Это было просто в семнадцатом году, когда Ленин раскулачил трудящихся людей, которые своим трудом копали, картошечку сажали. И отдал всё пролетариату, который никогда работать не хотел. Вот тогда могло, и крыса могла попасться и так далее. Потому что приучали пролетариат работать. Короче, сальцо обжариваем. Лучок строгаем, как попало. Всё сюда отправляем. У меня вот папа хоть и был коммунистом, но всячески ревностно относился к тому, чтобы всякая алкашня вдруг, если приходит, взаимный денег брать. А отец ему говорит, ты бухаешь уже неделю, иди работай. И человек как бы со злости, что вот ты не даёшь ему денег взаймы, которые он никогда не отдаст. Он так, а, Егорыч, кулак ты! И он тогда саблю свою выхватывал. У отца всегда на веранду, когда заходишь, это не веранда, а сене, потом там ещё предбанник какой-то, потом только домой попадаешь. Ну и вот, значит, на этой веранде в сенях воткнут был всегда такой огромный нож. Я не знаю, лезвие, наверное, сантиметров 30 было. Для всякой, знаете, для всякого рубилова. Ну мало ли что. И он так, ах, я кулак! Быстро от ограды бежал туда, хватал этот нож и с криками, я тебе уши отрежу! Сволочь ты пролетарская! Ты иди работай! Бухаешь целыми днями, занимаешь бабки, только ничего не делаешь, и ты меня кулаком называешь! У нас там, честно признаться, на тот момент, я помню, было 20 свиней, значит, корова, бык и телёнок, две лошади, сотня кур там, ну и сотня, наверное, гусей. Мы почему-то в Сибири, вот отец у меня любил гусей и говорил, гусей надо, уток не надо, они орут так, как сумасшедшие. А гуси только когда паника какая-то лёгкая, как бы, помните, как гуси Рим спасли? Когда что, что начинается, какая-то шумиха, идёшь такой, типа, в очках, ой, в смысле, в маске, типа, злодей, а там гуси спят, у них по слуху, они такие, чик, злодей идёт, как они говорят, как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как, начинают так трещать, что ночью от тишина вокруг, ты такой, как гуси зашевелились, не просто так, они как собаки. И вот этим звуком своим, сразу такой, отец, оп, сабельку, в синях, пошёл посмотреть, огород там как. Лучок с сальцом, с мелкими и мелкими шкварочками, которые уже, оно быстро подтаивает, самое лучшее сало, это хребтовое, с хребта. Потом начинается бока, потом начинается вот эта брюшина, пашина, беконная часть, всё неживабельно, самое вкусное, настоящее сало, это без мяса, без всякого, без прослойок, вот такое толстое, это вот спина. Это мы сделали подготовку. Значит, смотрите, что делаем сейчас. У меня есть отваренный рис, уже готовый. Значит, одна из начинок будет, это отварной рис с тушёнкой. Мне нужно небольшое количество, чтобы я там до утра не лепил эти вареники. Я вам же на примере буду показывать. Значит, все размеры и веса всё на глаз. Почему? Потому что, раз мы это всё превращаем, так сказать, в утилизацию того, что у нас осталось, поэтому тут, там может быть у кого-то чуть больше, чуть меньше. У любого риса есть одна главная цель и задача. Впитать лишнюю жидкость. Ну, что вы знаете, если начинка будет жидкой, да фиг ты её засунешь в вареник. Тушёнку лучше всего использовать ту, которую вы знаете. Обязательно жир, обязательно мясо, что главное в тушёнке, это мясо. Рис является абсорбентом, он втягивает в себя вкусы все. Понимаете? И так как, даже если мы нальём сюда какое-то количество бульона, которое есть в банке, рис его впитает, у нас начинка будет вкусная. А если вы попытаетесь бульон каким-то образом засунуть в вареники без риса, то он либо вытечет, либо вы не сможете вареник закрыть. Всё, просто берём рис, любой, и разминаем его вместе с тушёнкой. По желанию вы можете добавить сюда немного лука. Вообще, вот этот вот лук, это у нас, значит, часть пойдёт в капусту, а часть пойдёт в грибы. Каша рисовая с тушёнкой, как бы из-за активного вкуса тушёнки, для некоторых людей, ну, для меня в частности, не требует дополнительного лука. Но если вы хотите побольше сладости, ну, кто же, кто же запрещает-то? Берите и отправляйте лука туда столько, сколько вам понадобится. Ну, просто ещё, знаете, тушёнка с рисом, и без лука, в котором есть шкварки, она такой ещё носит, немножко такой кошерный вариант вареников. Всё, как только мясо размяли вместе с рисом, даже если немножко водички там есть, первую начинку отправляем остывать. Для того, чтобы она остыла, всё впиталось, чтобы все жидкости погрузились в рис, и потом было удобно ею начинять вареники. 50% где-то риса, 50% говядины. Там на своё усмотрение. Смотрите, если много делай, хотите делать, получится супер-супер. Кстати, да, вареники могут быть такие, можно с гречкой, с тушёнкой напилить. Но гречка не так, она суховатая немножко. Рис, конечно, поинтереснее будет. Попробуйте обязательно. на соль. Можно вареники не засовывать, можно так, есть вкусно. Можно тушёнку с чем угодно, потому что всё, что есть рядом с тушёнкой, всё вкусное становится. Вторая начинка. Это тушёная капуста. Как я и сказал, ну, просто, вот просто тушёная капуста. Капуста, капуста, капуста. Просто нарубленная капуста. Она тут тушилась, тушилась, тушилась с солью, с небольшим количеством добавления растительного и оливкового масла. Немножечко воды. Она должна быть мега мягкая. Прям мягкая. Очень мягкая. Чем мягче капуста, тем вкуснее. Вы можете сделать, скажем, просто базу капустную и добавить сюда, например, какой-нибудь тмин там или бекон, или какой-нибудь тушёнки, или ещё чего-то. Яйцо. Да не надо сюда яйцо добавлять. Я сейчас говорю о том, что это база, в которую можно добавить всё, что угодно, и у вас получится любое блюдо. Но когда вы приготовили базу, это просто капуста, соль и всё. И протушить хорошенечко. Вот тогда вы можете опираться на что? Хотите попердеть? Ну, конечно, яичко добавьте туда. Ох, столько будет сероводорода в доме. На стадии начинки, а потом на стадии, значит, после уже поедания, так сказать. Вот это всё. Капуста, да плюс яичко. Давайте ещё огурчик, как в поезде, свеженький туда. И всё это разобьём. Ещё будем закусывать яичком, чтобы прям тут у семейных, у ваших окна все открыты. Кто придумал капуста с яйцами? Вот такой кутер. Штука вообще универсальная, прикольная, классная, суперудобная. Это просто сегодня у меня ленивое состояние. Ничего руками делать не хочу. Значит, половину лука вот сюда. С салом вместе. Сальцо солёное, поэтому я ничего не подсаливал тут. Значит, насыпали вот этой вот лукового, так сказать, взвара. Но взвара это не то, это я просто словечки разные вставляю. Не гневитесь на меня. И берём, например, одну пятую, наверное, капусты или одну четвёртую. Добавляем к луку. Вы уже поняли, да? Мне лук нужно помельче. Как блендер плохой работает. Вот так вот, как я вам показываю. Смахиваем со стенок, если вдруг здесь крупненькие какие-то вещи. нам нужно сделать, чтобы у нас вся начинка была вязкая. Как фарш. Вот вы с фаршем, когда делаете, с творогом, у вас ведь вы там намешаете яичко, немножко того-сего, и оно у вас вязкое всё. И можно ложечкой прям такой шарик положить. С овощами то же самое. Отделите часть, сделайте пюре с лучком. Всё, посмотрите, достаточно ли мелко там у вас. Если достаточно мелко, тогда вот это вот сразу отправляем к капусте. И у нас получается совсем другой калинкор. Смотрите, что у нас получается. У нас капуста связана по рукам и ногам вот этим вот пюре. Во-первых, появилась луковая сладость, которая очень хорошо подходит к капусте. Добавьте специи, там соль, ещё что-то по своему усмотрению. Но суть в том, что вот это должно охладиться. Когда там сливочное масло, которое там есть, когда пюре, вот это всё начнёт охлаждаться, оно всё завязывается, такое становится, такое плотное. А потом вареники уже внутри всё расплавится снова. Всё охлаждаем. Ну и третья начинка это грибы. Причём, вы очень знаете, что популярная тема это картошка с грибами, да? Здесь немножко другой расклад. Здесь будут грибы с картошкой, то есть основа будет это грибы, а картошка только для того, чтобы опять же связать все грибные, так сказать, нити по рукам и ногам, ибо грибы, как ни перемалывай, рассыпчатые они будут, ну сама субстанция будет сыпаться, неудобно будет начинять. Так вот, я взял шампиньоны, какие-то там от того, от сего, в общем, я всё руками наломал, чуть-чуть сливочного масла бросил, немножко растительного залил, соль, перец вот так наполовину обжарил, ну что здесь, ну вы сами знаете, что здесь придумывать. Баночку от кутера даже не мыл, от капусты ничего здесь не будет, всё вкусно. А переча, лук вниз, вот этот второй, вторую партию, так сказать. Значит, грибы сюда все добавляем. Теперь ставим крышечку. Лук с грибочками перемалываем, но знаете, как бы это правильно сказать, в адекватном порядке, да, не надо нам пюре. Грибы с луком, конечно, пахнут великолепно, великолепно. Они перемалывают там этот сладкий аромат лука. Он очень подходит к грибочкам. Короче, делаем грибную икру. Если грибной икры получилось много, в баночку её и в холодильник, пару дней можно к столу прям подавать. Грибы и лук перемалываем до состояния крошки. Не окрошки, а крошки. Крошка гриб к отцу пришёл и сказала кроха, мне с картошкой хорошо и картохи без меня очень плохо. Вот такая вот субстанция получилась. Главное, чтобы всё меленько порублено было, чтобы удобно было начинять. И она такая пластичная эта масса. Так, теперь сюда отварную картошечку. Одна штука здесь, видите, у меня лежит, она уже такая неприкаянная, мол, типа, ну, жду, жду, когда вы меня заберёте к себе. Обязательно сюда кусочек масла. Ну, так, на вилке граммов 20, наверное. Можно даже чуть-чуть больше. 40. Картошечку вилкой разминаем, разминаем. Нам не важно получить пюре, нам нужно получить толчонку. прям такую толченую картошку. Будут кусочки, ничего страшного. Мы их там не найдём в общей массе, потому что у нас и лук будет кусочками, и грибы будут кусочками. Но картошка нам даст вот эту крахмальную связку. Очень важно. Попробуйте, а то всё время все едят. Ешь один картофан там, один картофан тесто с картошкой. Я поэтому размышлял, размышлял перед роликом и думаю, а давай, если мы грибы заменим, сделаем их главным лицом, а не картошку в этом варенике. Так, соль добавляем, перец добавляем, значит, грибочки сюда перекладываем. Если там где-то кусочки лука не размололись, да и ничего страшного, всё равно вкусно будет. Протираем лопаточку, она нам ещё потом понадобится, и смешиваем грибы с картошкой. Чтобы понять, всё ли правильно получается, у вас масса должна быть больше серая, чем белая. Масса такая вот получается. Вот такая масса. Как клейка. И должна быть вкусная. Как определить, вкусная она или нет? Пробовать надо, пробовать. Масса невкусная, масса божественная, божественная, просто вареники будут шикарны. Остужаем и переходим к раскатке теста. Так, тесто. Тесто нежное, мягенькое, оно у нас, смотрите, какое прям, очень сексуальное такое тесто. Супер. Так, теперь вы его можете бодяжить, как захотите. Захотите, чтобы оно было совсем жёсткое, сыпьте больше муки и не стесняйтесь. Хотите, чтобы было помягче, сыпьте меньше муки. Главное, чтобы у вас ничего не прилипало к столу. Так, берём какой-нибудь ножичек. Кусочек отрезали, оставшийся в полиэтилен, иначе сохнуть будет. Отшлёпали слегка, на подпыл. Обязательно сразу же подготовьте досточку, вот такую досточку. Сразу её подпылите. Не жалейте муки, потому что подготовьте так, чтобы сюда можно было выкладывать уже готовые варенники. Всё, а тесто раскатываем. Убирался дома, нашёл скалку и опять потерял её. Но, вы же знаете, вот это самая лучшая скалка в мире, потому что она есть у всех. Можно использовать бутылку, можно использовать от фольги какую-нибудь штуку. Значит, дальше раскатываем до нужной нам толщины. Всё зависит от ваших, так сказать, внутренних предпочтений. Видите, на том столе было удобнее немножко, но зато сейчас, когда нету специальных людей, которые, как бы это правильно сказать, доедают потом после съёмок, поэтому приходится ютиться здесь в уголочке у плиты. Так, смотрим. Нормально. Видно, не видно, просвечивает, не просвечивает. О! просвечивает. Как говорят профессора, глютеновое окно появилось, профессора пасхальной выпечки. Значит, теперь переворачиваем. Достаём волшебные колечки. Ой, у меня десяток шуток родилось про волшебные колечки. Сейчас все в меру своей испорченности подумали. Волшебные колечки там сидят и не хотят выходить. Во! Значит, в зависимости от того, какие вы хотите, чтобы они были, всё, нарезаем и быстро-быстро лепим, потому что нельзя давать тесту подсыхать. Хорошо, получилось. Один маленький для Олеси. Всё, остальное убираем. Делаем по три вареника с каждой начинкой. Всё остальное довольно просто. Мы кладём сюда начинку и тут кто как. Кто от серединки к краю, кто от края к серединке. Главная цель защипнуть так, чтобы во время варки он не лопнул. Тесто должно быть липким, чтобы хорошо слепились. Значит, если вы умеете склеивать вареники, там, макраме и так далее всевозможными способами, обязательно ими пользуйтесь. Честно признаться, вот так выглядят полные, наполненные, такие классные, толстенькие колдуны. В русской кулинарной мифологии, так сказать, есть такие вещи. Также выглядят уральские посекунчики. Пермский край посекунчиками славится. То есть, вы можете, в принципе, наделав таких вареников, потом их во фритюр бросать просто и у вас будет посекунчики. Вот это нежное тесто очень хорошо подходит для вареников с уже готовой начинкой. Тут творог не надо долго готовить, поэтому она тоже я считаю как готовая начинка. Варенье тоже готовая начинка. для сырых продуктов нужно более грубое тесто, чтобы они чуть дольше поварились. Поэтому я, когда делал пельмени, снимал про пельмени, я сказал о том, что пельмешки нужно поменьше делать, для того, чтобы они быстрее сваривались. Значит, когда от стола отдираем, то накладывать нужно на ту часть теста, которое к столу было. Оно не сохнет, а верхнее сохнет. В Сибири есть традиция садится всей семьей за лепку пельменей. Ну, то есть, видимо, там деталей никаких не объясняется. Мне кажется, что в столицах и в крупных городах вот этими вещами занимались повара в 16 веке, которые были на услужении у бояр. А в Сибири было много вольно, так сказать, сосланных, и там это вошло в традицию. Мои ручки сейчас будем варить пельмени. Фу ты, пельмени, вареники, вареники варить будем. Когда вода закипела, обязательно соль. Я люблю еще лавровый листик туда закинуть обязательно, но это все любят, по-моему, и без меня даже, да. Лука у меня нету, но у меня есть тут зубчик чеснока. Видите, все, что было месяц назад откуплено, все растет, все растет. Все, закидываем, сразу помогаем ложечкой, чтобы ничего не прилипало ко дну, все выкидываем сюда. Ну, а дальше посмотрим, кто как залеплял. Появится фарш, значит, кто-то плохо залепил. Все всплыло. Судя по всему, они тоненькие, сварились великолепно. чеснок не берем с собой. В разведку не берем чеснок. В серединку вот так сметанку. Так, какой же из них какой, какой же из них какой. Здесь получилась совершенно шикарная сорти. И так даже не скажешь. Но там, где прилипли коричневые от чьих-то рук, это, видимо, грибы здесь. Хотя везде такая темная субстанция. Дело в чем? Это классная идея как бы ассорти подавать. А не только с творогом и с ягодами. Вот это бомба. Я вас уверяю. Так, ну давайте. Давайте вот это. Опа. Сметану так обмакиваем. Ммм. Это капуста. Так, давайте его раскусим. Это Алисин, Алисин. Это мой жирненький. Это ешкин кто-то. Что не это. Это мой плоский, дохлый, но самый вкусный. с капустой. Посмотрите. Тесто довольно плотное. Очень хорошо держится. По вкусу великолепное. В меру плотное такое, знаете, и в меру мягкое. И капуста там сохранилась великолепно. Очень хорошо. Очень хорошо. Великолепно, друзья. Обязательно рецепт нужно освоить. Я вам дал пищу для размышления. Если вдруг придут какие-то мысли, обязательно их используйте. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю приятного аппетита. Желаю отличного настроения. Я надеюсь, что все это домоседство скоро закончится. Пока.